Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную детскую косыночку. У меня данный размер подходит на ребенка где-то годик-полтора. Можно связать такую косыночку смело на девочку 5 даже лет. То есть в принципе вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. А главное легко варьировать размер на любой возраст. То есть как от новорожденного ребеночка, так и до более взрослого. Поэтому, конечно же, кому интересно, присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу перья Катон Лайф. Это полухлопок-полувискоза, довольно-таки мягенькая ниточка и в меру тоненькая. Более подробно вы посмотрите о этой пряже в отдельном видео. Ссылочку на видео я оставлю в описании, смотрите. И крючком буду вязать 1,75 мм. И также нам понадобятся ножнички для обрезания кончиков. По желанию можете использовать для декора бусинки, пуговички, цветочки, ленточки и так далее. Начнем мы вязать с нижнего уголочка. Поэтому делаем кольцо мигууми, захватываем краешек ниточки и придерживаем большим указательным пальчиком. Этот краешек обматываем вокруг двух пальчиков. Теперь мы закрепляем колечко наше движущее и набираем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Теперь мы будем вязать еще 2 столбика с накидом в колечко. Делаем накид и вяжем первый столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И снова в это же колечко вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом. Сюда же второй столбик с накидом. И третий столбик с одним накидом. Посмотрите, у нас получились вот такие вот, как бы визуально, 3 угла. И теперь придерживаем крайнюю петельку, стягиваем наше колечко. Стягиваем плотненько, чтобы не было никаких отверстий снизу и дырочек. Вот с вот такого треугольничка первого ряда и начинается наше вязание. Теперь мы вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И поворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Делаем накид и находим первую петельку основания цепочки 3 воздушных петель. Вот она у нас. Довязываем сюда еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Связали. Получается 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли нам заменили первый столбик. Теперь вяжем 2 воздушные петли. Накид. И сейчас мы свяжем в серединку вот сюда, в образовавшуюся арочку между 3 столбиками в первом ряду первых и вторых. Сюда вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Сюда же второй столбик вяжем. И сюда же вяжем третий столбик. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И сюда же к трем первым столбикам вяжем еще 3 столбика. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом. 2 воздушные петли. Накид. И находим третью воздушную петлю подъема. Вот она у нас. То есть третий наш уголочек. Вяжем сюда 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Сюда же вяжем второй столбик. И сюда же вяжем третий столбик. Вот получились у нас, как и в первом случае, в первом ряду, 3 угла. Так и во втором ряду 3 угла. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И снова поворачиваем вязание. Делаем накид и находим петлю основания воздушной цепочки. Вот она у нас. Довязываем сюда еще 2 столбика с одним накидом. Довязали 2 столбика с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли. Накид. И находим первую арочку. В нее вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Сюда же вяжем второй столбик. Если ниточка делится, не бойтесь еще раз перевязать столбик. Он лишним не будет. И третий раз. Мы связали в арочку 3 столбика. Теперь делаем 2 воздушные петли. Накид. И переходим вот этот угол во второй. Под арочку. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И сюда же под вторую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Завершили второй угол. И вяжем боковую стеночку. Вторую. 2 воздушные петли. Накид. Под третью арочку вот сюда вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Сюда же второй столбик. И сюда же третий столбик. 2 воздушные петли. Находим третью петлю подъема. Вот здесь вот она у нас. Делаем накид и вяжем 3 столбика с одним накидом в одну третью петлю подъема. Первый, второй и третий столбик в одну петлю. Завершили вязать третий ряд и третий уголочек. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И поворачиваем наше вязание. Делаем накид и находим петлю основания. Довязываем сюда еще 2 столбика с одним накидом. То есть, как вы поняли, вязание у нас всегда будет состоять там, где столбики, всегда будет 3 столбика с накидом. Там, где арочки, всегда 3 столбика с одним накидом. В арочку, которая у нас всегда будет по серединке, будем вязать 6 столбиков. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, разделяющие со вторыми тремя столбиками с одним накидом. То есть, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Между ними 3 воздушные петли. А между боковыми, вот этими 3 столбиками, первыми, вторыми, и будет с каждым рядом количество увеличиваться, будем вязать по 2 воздушные петли. То есть, в среднюю 3, боковые по 2. И сейчас вы поймете смысл вязания. Итак, связали первые 3 столбика с накидом. Делаем 2 воздушные петли, так как это боковая стеночка. И под первую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, второй столбик и третий столбик. 2 воздушные петли. И под арочку предыдущие 2 воздушные петли вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Делаем еще раз 2 воздушные петли и переходим к средней арочке. В нее вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй, сюда же третий. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же довязываем 4, 5 и 6 столбик. То есть, еще вторую пару, 3 столбика. Не пару, а вторую тройку. 3 столбика с одним накидом. Довязали второй уголок и переходим ко второй стеночке. 2 воздушные петли. Первую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и сюда же третий. Затем 2 воздушные петли. И во вторую арочку вяжем на этой стеночке 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Находим третью петлю подъема и в нее вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй. И сюда же третий столбик. Завершился у нас по счету четвертый ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема, с которых всегда заканчивается или поворачиваем начинается следующий ряд. Вяжем в петлю основания воздушной цепочки еще 2 столбика с одним накидом, так как их должно быть всего 3. Безызменным остается. 2 воздушные петли. Переходим к первой арочке. Вяжем в нее точно так же 3 столбика с одним накидом. И под каждую арочку в боковых стеночках вяжем по 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли под следующую арочку. 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и сюда же третий. 2 воздушные петли под третью арочку. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и переходим к средней арочке, в среднюю арочку. Мы вяжем 3 столбика с 1 накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 3 воздушные петли и 4, 5, 6. Связали 6 и переходим ко второй стеночке. 2 воздушные петли, затем в следующую арочку вяжем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. Для перехода к следующим столбикам 2 воздушные петли, в арочку вяжем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. Снова 2 воздушные петли, в арочку вяжем в последнюю 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. И нам нужно завершить третий угол красиво, поэтому вяжем 2 воздушные петли. И, как всегда, в третью петлю воздушную подъема вяжем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий столбик. Как всегда, мы заканчиваем ряд или начинаем следующий ряд тремя воздушными петлями подъема. Поворачиваем и в петлю основания довязываем еще 2 столбика с одним накидом. Почему 2, а не 3? Потому что у нас 3 воздушные петли подъема заместили 1 столбик. Так как заместили 1 столбик, еще довязываем 2. У нас их должно быть всего 3. 2 воздушные петли, переходим к следующей арочке. Как вы видите, с каждым рядом у нас увеличивается количество арочек на боковых стеночках. Поэтому между ними всегда вяжем по 2 воздушные петли. В арочку всегда вяжем по 3 столбика с одним накидом. А в среднюю арочку, она у нас большая самая, вяжем 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. То есть 6 столбиков разделили пополам. Между ними увеличиваем количество воздушных петелек на одну. То есть если здесь у нас по 2, то здесь у нас увеличено на 3 воздушные петельки. Размер арочки. Так как она у нас большая, и здесь у нас вяжется по 6 столбиков в одну арочку. А здесь всего на боковых стеночках по 3. И всегда запомните ряд у нас заканчивается или начинается, как вам проще запомнить, тремя воздушными петлями подъема, куда мы будем довязывать еще 2 столбика для того, чтобы было по краям 3. И плюс в следующем ряду вы будете завершать сюда последнюю третью петлю подъема 3 столбика с одним накидом для того, чтобы завершить третий угол. В принципе, я думаю, что это, пожалуй, самый легкий вид панамочки. Или косыночки, как вам проще называть. И увеличиваем до нужных нам размеров. Вам проще будет рассчитать на любой размер головы, так как начало, в принципе, для любого размера одинаковое. Вам будет проще по вот этой нижней стороне. То есть там, где мы сделали колечко амигуруми, стянули. И вот она у нас нижняя часть треугольника. Вот эта нижняя часть треугольника должна соответствовать либо обхвату головы ребенка, либо где-то минус 3-5 сантиметров. Почему? Потому что, в принципе, эта косыночка, она будет завязочками. И это не шапка, которая должна идеально соответствовать обхвату головы и так далее. То есть это косыночка. Поэтому вы уже смотрите. Можете связать, допустим, определенную какую-то длину, ну, к примеру, 30 сантиметров, 40 сантиметров. И измерить на ребенке, приложив, как бы, ну, вот эту сторону к голове именно. То есть как она ложится. Если вам нравится, значит, будете уже обрабатывать края. Если вам кажется маловато, то еще, соответственно, довязывайте. Если больше сделали, то, соответственно, подраспустите несколько рядочков, насколько считаете, насколько считаете, что ваша косыночка увеличена. В общем, продолжайте прибавлять в каждом ряду по арочке с каждой стороны. При этом добавляя еще в серединочку, довязывая вот так вот расширение уголка. И вяжем до нужной нам величины косынки. А затем будем обрабатывать края. Итак, я связала 21 ряд в высоту. Вот они мои переходики от кольца амигуруми начального. И теперь я хочу обработать красиво края. В принципе, можно было бы края не трогать. Довольно-таки получается аккуратно. И если вы вяжете, ну, довольно-таки ровно, без погрешностей, то у вас получается сверху вот такой край. А с двух сторон треугольника вот такой ровненький. Вот. Но я буду обрабатывать. Причем верхнюю сторону я буду обрабатывать столбиками без накида, для того, чтобы не было никаких неровностей и вот таких вот переходов столбиков. Я такое, честно говоря, не очень люблю. Вот. Поэтому мы начнем с макушки. Ну, скажем, с верхней части. Либо, если вы вязали вот так, то с нижней части. Вот. Мы сначала обработаем нижнюю часть, затем вверх поднимемся с одной стороны, затем с другой стороны. Так как это у меня сторона столбиками без накида, поэтому я ее начну обвязывать столбиками без накида. Смотрите. Мы довязали три столбика в уголочек. И теперь вместо того, чтобы делать три воздушные петли подъема и поворачивать вязание, мы сейчас просто сделаем одну воздушную петлю подъема. И начнем провязывать по крайней вот этой вот стороне столбиками без накида. Изначально я свяжу вот сюда вот вершинку первого столбика, столбик без накида. Затем под столбик с накидом я свяжу два столбика без накида. И вот так вот постепенно, постепенно вы посмотрите, вы уже четко будете видеть, куда вам вводить крючок для того, чтобы обвязывать столбики без накида. Под столбик с накидом вы вяжете два столбика без накида. И вот здесь вот в переходящие ряды, скажем, вот в начало ряда конец, вы вяжете тоже столбики. То есть вы должны обвязать столбиками без накида так, чтобы не было стянут край, не было лишних, скажем, столбиков. И в то же время, чтобы он был, ну, в общем, не искажало сторону, она должна быть не расклешенная, но и не стянутая. То есть вы смотрите по своим, скажем так, своим зрениям, своим глазам, смотрите, чтобы не было слишком стянуто. И в то же время под столбик с накидом вяжете по два столбика без накида. А в промежуточный, вот здесь вот, скажем, начало ряда конец, то вяжете еще по столбику. Если где-то считаете, что столбик связан лишним, и он клишит в сторону, то, соответственно, не вяжите его. Если же наоборот стягивает, то нужно связать больше столбиков без накида. То есть нам эту сторону от начала до конца нужно провязать столбиками без накида за крайний ряд. То есть это за воздушные петли подъема в одном ряду, а во втором столбик с одним накидом первый. И вот так вот обвязываем столбиком без накида от начала стороны до конца этой стороны. Дошли до серединки верхней стороны, нашли кольцо амигуруми, в него тоже будем провязывать столбик без накида, вот в эту вот серединочку, и продолжаем дальше обвязывать столбиками без накида вторую сторону. Параллельно я рекомендую вам завязать вот этот вот краешек ниточки коротенький, чтобы вам потом его не заправлять в иголочку и не прятать. То есть все делаем параллельно, без каких-либо дополнительных работ и так далее. Сначала вот так вот обвязываем вторую сторону и параллельно прячем краешек ниточки. Вон у нас он довязан или ввязан как, его остается только лишь отрезать, он нам больше не будет мешать. Продолжаем обвязывать эту сторону. Довязали до конца ряда столбики без накида, и последний столбик нам нужно сделать в третью воздушную петлю подъема ряда. Лишь только после этого мы сделаем в эту же петельку два столбика без накида, еще сюда же. Один, два. Это для удобства поворота на вязание, обвязывание боковой стеночки. И рекомендую вам перед тем, как начать обвязывать вторую стеночку, остановитесь. Найдите вот эту серединку нашу и сложите пополам. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Здесь изнанка лицо совсем не играет роли. Главное вам сейчас сложить ровно пополам и увидеть, хорошо ли вы обвязали две стороны. Почему? Как это можно понять, что неправильно или некрасиво? Смотрите, сложив пополам, у вас должна четко быть серединка. Вот она, серединочка. И соприкасаете ее со второй стороной, эту серединочку, вот так вот ровно. У вас максимально должны быть одинаковые две стороны. Бывает такое, что при обвязывании расхождения, если там в одну петельку, ничего страшного, но бывает вот такое расхождение. То есть, значительно его видно и при носке это будет очень сильно заметно. Поэтому рекомендую вам перевязать одну из сторон. Значит, на какой-то вы стороне больше связали столбиков без накида. Вот, на одной из сторон. Поэтому рекомендую вам перевязать и сделать максимально одинаковые. То есть, если разница будет всего лишь там в одну какую-то петельку, это ничего страшного. А если будет разница значимая и видимая, то желательно переделайте. Потому что в развернутом виде этого ничего не видно. А когда вы будете одевать косыночку, вы увидите ее искажение. Поэтому обратите на это внимание и лишь после этого, если все окей, то приступаем к обвязыванию второй стороны. Вторая сторона у нас будет обвязываться немножечко по-другому. После того, как мы сделали поворотик такой вот из столбиков, теперь мы берем, делаем сразу накид и в первую арочку начинаем провязывать 8 столбиков с одним накидом. Первый столбик. Сюда же вяжем второй столбик. Сюда же вяжем третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. Связали 8 столбиков. Находим следующую арочку. В нее вяжем столбик без накида. Сразу делаем накид. Находим следующую арочку. В нее вяжем 8 столбиков с накидом. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Третий столбик. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. Находим следующую арочку. В нее вяжем столбик без накида. Я вяжу прям под арочки. Не нужно там не искать никаких петелек. Ничего. Просто под арочки сами. Под дырочки вот эти вяжите. Как столбик без накида. Чередуя с 8 столбиками с накидом в одну арочку. То есть арочка с веерочком. Арочка со столбиком. Арочка с веерочком. Арочка со столбиком. Вот таким чередованием я буду обвязывать полностью всю сторону. Сначала вяжу 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали 8 столбиков с накидом. Теперь в следующую арочку чередуем столбик без накида. Продолжаем так обвязывать всю эту сторону. Обвязали всю сторону веерочками. И получилась вот такая вот ажурная сторона. Теперь у меня сделан последний столбик без накида. Поэтому сейчас вот в эту самую большую арочку посерединке я буду вязать 12 столбиков без накида вместо 8. Для того, чтобы сделать плавный красивый переход на вторую сторону. Бывает такое, что здесь у вас будет как раз таки соединительный столбик без накида. Поэтому возможно, что у вас будет на углу не один веерочек, а с одной стороны один и с другой стороны второй. Такое тоже возможно, если вы вязали другое количество рядов. Ничего страшного, абсолютно обвязывайте по-своему. Вот, конечно же, если вы хотите совсем другой узорчик, понятное дело, что ваша фантазия. Включаете ее, смотрите какой это обвязанный край красивый. И вяжете уже по своей собственной инициативе другую схему. Итак, делаем сразу же накид. И в большую арочку вяжем 12 столбиков с одним накидом. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Все, связали 12 столбиков. Делаем соединительный столбик без накида в первую арочку уже с другой стороны. Теперь делаем сразу же накид. И в следующую арочку вяжем 8 столбиков с одним накидом. То есть, продолжаем обвязывать вторую сторону, так как и первую. 8 столбиков с одним накидом в одну арочку. Во вторую вяжем столбик без накида. То есть, соединительный такой вот столбик, завершающий веерок. Итак, 2, 4, 6, 8. Я связала 8 столбиков. Следующую вяжу арочку, столбик без накида. Делаю накид. И в следующую уже вяжу вот такой замечательный веерочек. У меня получился вот такой угол. Еще раз повторюсь, возможно, у вас получится вот такой угол посередине. Абсолютно ничего страшного. И так, и так угол смотрится довольно-таки красиво. Вот, поэтому не переживайте. Все просто замечательно должно в итоге получиться. И так, продолжаем обвязывать сторону, точно так же, как и первую, чередуя веерочек. И затем соединительный столбик без накида между веерками. Так вяжем до конца второй стороны. Связали последний веерочек из 8 столбиков. И теперь находим третью воздушную петлю. И вяжем в нее столбик без накида. То есть, как бы завершаем наш веерочек. Связали в нее столбик без накида. А теперь в нее же, в эту же петельку, вяжем еще один столбик без накида. Теперь поворачиваем к себе полотно. Находим первую петельку. В нее вяжем тоже 2 столбика без накида. Для чего мы это делаем? Для плавного перехода снова на вот эту ровную часть. Так как одного ряда столбиков без накида нам недостаточно, как вы видите, даже на экране видно небольшие такие вот погрешности. И край из-за одного ряда столбиков не выровнен. Поэтому мне хочется еще более ровнее. Поэтому я еще один ряд свяжу столбиками без накида. И теперь мне будет попроще, так как здесь уже провязаны столбики без накида. Поэтому я каждую петельку буду вязать по одному столбику без накида. До самого-самого конца этой стороны. И будет довольно-таки красиво. Посмотрите, ровный краешек. И благодаря этому будет косыночка иметь более аккуратный вид. Поэтому до конца этого ряда, сверху, до вот этого момента, довяжите столбики без накида в каждую петельку по одному столбику. Связали в каждую петельку по столбику. И теперь нам на краю, вот здесь вот на краюшке в уголочке, нужно сделать красивый плавный переход. То есть смотрите, для того, чтобы не заворачивался край, нам нужно сделать и с этой стороны. Поэтому я предлагаю вам вот самую крайнюю петельку в уголочек связать два столбика без накида. А затем вот сюда в первую петельку сбоку сделать соединительный столбик. Уголок не заворачивается, все замечательно. Идентичный первому уголку, второй. Поэтому можно сейчас уже отрезать ниточку, оставить для того, чтобы спрятать кончик в самых тугих местах. Вот здесь вот, либо с боковой стеночки, либо в столбиках без накида. И теперь наша верхняя сторона имеет более такой ровный, ухоженный, красивый вид. Еще мы немножечко пропарим вверх, поэтому будет вообще просто замечательный вид. Итак, обрезаем ниточку вот эту и прячем кончик с изнаночной стороны. После того, как спрятали кончик ниточек, по серединке и с уголочка просто прикрепляем обычные жгутики. Видео урок у меня есть, я оставлю ссылочку под этим видео на видео там, где можно сделать жгутики вот такие. Я не слишком длинные, делала буквально сантиметров 20. Два жгутика вот такие по уголочкам. И теперь нам осталось всего лишь прикрепить какие-то украшения. То есть это могут быть либо бусинки, либо бантики, либо какие-то стразики, пайетки, пуговички. То есть все, что вы видите в вашей фантазии. Есть различные видео, в которых я делаю цветочки из ленточек. Это какие-то, возможно, бабочки вязаные, цветочки. Это вот как пример вам показываю. То есть в принципе украшаете все на свое усмотрение. Осталось лишь только украсить и немножечко отпарить. Поэтому я думаю, что вы справитесь с этим самостоятельно. Кому было интересно вязать, конечно же, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Хорошего настроения. Пока-пока.